В России возобновляется подготовка к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию. Соответствующее постановление уже приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. В общественной палате Чувашии сегодня обсудили особенности проведения голосования и необходимые меры предосторожности в условиях пандемии. Официальная дата голосования пока не объявлена, но предстоящие сложности очевидны. Об этом на совещании говорил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Брод. Пока нет вакцины, всегда существует риск заражения, в том числе и повторного заражения. Естественно, с этим нужно бороться. Вчера на заседании ЦИК говорили о том, что каждому участнику голосования будут предоставлены маски и перчатки для участников, для членов комиссии. Предусмотрены специальные халаты и антибактериальные салфетки для обработки ручек и четкое соблюдение социальной дистанции. Естественно, будет применяться и досрочное голосование, и голосование на дому, и, как я думаю, в некоторых регионах, и, возможно, электронное голосование, если будет обеспечена надежная защита данных. Голосование важно не только уберечь присутствующих на избирательных участках людей, но и не допустить фальсификации данных. Сегодня в этом активно помогают общественные наблюдатели. Их корпус в республике включает более 7 тысяч человек. Это значит, что на каждом участке будет присутствовать минимум 6 наблюдателей. Задача корпуса общественных наблюдателей – это сделать так, чтобы выборы прошли без нарушений каких-либо со стороны отдельных лиц или, скажем, может быть, даже организаций. Тем более, что вопросы, которые там будут обсуждаться, это вопросы о дальнейшем развитии нашего общества. 2016 год показал, что наблюдатели, общественные наблюдатели помогли только в Чувашской республике отработать, наверное, более 100 сообщений, которые являлись фейковыми. То есть сегодня ясно дано понять, что наблюдатели – это самый лучший ресурс, который помогает не просто гражданам понимать конкретику, проходит выборы честно, легитимно, а также помогает органам власти где-то сэкономить ресурсы. Напомним, что согласно указу президента Российской Федерации, голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенное время. Одну из возможных дат называют июнь или начало июля этого года. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика.